всем здравствуйте с вами Валентина Земскова и в этом видео хотел бы поговорить с вами о деточках глоксини и какие проблемы с ними бывают и как по возможности их решить вот сейчас у меня в руках глоксиничка с листочком листочек уже отмирает и сама деточка уже полноправно начинает расти самостоятельно это у меня 200 граммовый стаканчик но в основном я предпочитаю сажать если это небольшие листочки в 100 граммовой стаканчики вот например вот в такие стаканчики и здесь уже тоже хорошо растет развивается глоксиничка и самая наверное распространенная проблема это переувлажнение грунта и соответственно листочки начинают гнить клубенечек тоже начинает гнить а у деточки клубенечек очень маленькие соответственно быстрее пропадает поэтому за этим нужно внимательно смотреть следить и часто слишком часто поливать нельзя особенно если в помещении прохладно а деточки могут развиваться и зимний период потихонечку потому что вот сейчас у меня зима и у меня в зимний период они развиваются и поэтому когда влажно и холодно то растение глоксинички очень быстро могут сгнить погибнуть начнутся заболевания различные грибковые и бороться с этим будет очень сложно поэтому по возможности желательно чтобы грунт не был каждый день влажным вот у меня даже бывает так что просыхает хорошенечко и потом только я поливаю и ничего страшного от этого не бывает особенно в зимний период потому что это же не жара здесь шара постоянно каждый день не стоит и соответственно бурного роста нет если не стоит глоксинчика под лампой поэтому она стоит и перестоит но если она будет во влажной земле вот так стоять в холоде то конечно ничего хорошего от этого не будет в общем внимательно следите за поливами и не переувлажняйте другая проблема которая может возникнуть она противоположная когда чересчур пересыхает грунт особенно эта проблема может возникнуть летом когда очень жарко солнце и буквально вот если вы даже утром болели в таком маленьком стаканчике уже к обеду может даже так просохнуть земля если уж сильно жарко к вечеру так вообще то есть бывает что каждый день нужно поливать такие глоксинчики такие деточки и когда вы сажаете например листочек чтобы получить в итоге деточку можно накрывать стаканчиком например или одевать пакетик в общем создать тепличку вот я покажу как я сажаю сажаю листочек очень удобненько беру такой же стаканчик наклеиваю вот здесь скотч тоненький скотч и накрываю сверху так стаканчиком и вот здесь в тепличных условиях находится и в то же время проветривается что очень хорошо и удобненько и вот таким образом появляется вот такая деточка я потом уже снимаю вот так крышечку и она дальше развивается вот этот листочек я просто не снимаю чтобы показать вам что это деточка из листочка вот он так отсыхает листик или деточка полноценно потом развивается но вот этот листочек уже можно убрать в общем вот такие вот теплички они спасают деточек если вдруг случилось так что земля пересохла и корни естественно не питаются достаточно водой то можно погрузить воду или полить под краном для того чтобы хорошенечко весь воздух ушел если вы погружаете и хорошенечко вода протекла через сухой грунт и постепенно пропитала землю чтобы земля разбухла и тогда можно быть спокойными что земля снова влажная и дальше будет все в порядке это если глоксиночка не успела погибнуть то вы можете ее так спасти не надо бояться что вы будете поливать из-под крана землю вы можете просто если так страшно на листья не лить а лить именно на землю хотя в тепличных условиях они находятся влажности там хватает и ничего она там не гниет а нормально себя чувствует гнить она таким образом может как я уже сказала в холоде особенно в холоде а если тепло влажно и проветриваете время от времени то нормальный здоровый микроклимат и ничего страшного от этого ей не будет да еще хочу сказать по поводу профилактики различных заболеваний вот это такое универсальное средство фитоспорин его можно использовать при различных заболеваниях можно этим фитоспорин чекам полить землю перед посадкой листочка можно поливать раз в две недели просто для профилактики этот у меня в виде пасты вообще там их разных много существует этот виде пасты я обычно растворяю в ведерке из-под сметаны и очень хорошо хранится нормально все и на для комнатных растений нужно использовать 15 капель на литр воды на 10 растений так написано в инструкции поэтому расход очень удобные немного приходится расходовать и хватает надолго особенно для комнатных растений вообще надолго так можно и в саду использовать этот фитоспорин везде и еще если вы например переживаете по поводу качества земли можно землю в духовке проколить два часа и перед тем как вы будете уже засыпать в емкости смочить желательно водой для того чтобы пропитана земля влага иначе очень сложно будет горшочки или в стаканчике смочить эту землю она не будет набухать эта земля будет просто вода стекать мимо вот этих вот сухих комочков и все это будет очень плохо особенно если это торф поэтому желательно размочить и возможно даже на сутки оставить в таком состоянии чтобы все напухло и помимо воды можно добавить еще фитоспорин как я уже сказала и вот эти уже полезные бактерии которые находятся фитоспорине они уже будут бороться с патогенной микрофлоры если она будет возникать также хорошим компонентом когда вы готовите грунт для глоксинии будет являться вермикулит или гидрогель для того чтобы они впитывали влагу лишнюю а когда глоксинички не хватает ее будет отдавать вот это очень незаменимая вещь потому что глоксинии очень чувствительно когда не хватает влаги или когда они пересыхают поэтому добавляйте в грунт и вы будете намного спокойнее конечно вы должны продолжать следить за поливами пора полить или нет но по крайней мере первую помощь такую вермикулит или гидрогель окажет растению то есть отдаст влагу вовремя если она необходима и заберет лишнюю очень хорошо это будет далее для того чтобы глоксинички хорошо себя чувствовали активно росли желательно было бы добавлять немного удобрений ну в малой концентрации то есть немножечко если вы разводите для всех комнатных растений в обычной дозировке да то добавляйте буквально чуть-чуть совсем чуть-чуть остальное все водой доливайте и тогда будет питание и они будут расти а уже потом когда вы пересаживаете в более большие горшочки то можете смело добавлять удобрения пролонгированного действия далее если у вас помещение очень темно то конечно желательно ставить такие глоксинички под лампу как ни крути они очень хорошо развиваются под лампу если помещение недостаточно света бывает такое что даже летом недостаточно света когда деревья заслоняют солнышко и тень в доме и очень темно и занавески и вообще она там в глубине комнаты например стоит то конечно нужно лампочка если зимой деточки развиваются то естественно в зимний период вообще как бы для многих растений нужна лампа и для рассады тоже и для глоксини в том числе и для деточек для того чтобы они хорошо развивались мои глоксиночки сейчас деточки стоят здесь на балконе здесь у нас как бы светло солнышко время от времени выходит и под лампочку я в этом году их не ставила они так спокойненько растут не в бешеном конечно темпе не развиваются очень быстро хотя под лампы развивались бы быстрее и жирнее были бы и очень плохо для деточек еще то что они могут вытягиваться ножка это может истончаться при недостатке света и просто упадет глоксиночка и тут еще может ломиться или начать гнить вот и поэтому это очень важно чтобы стебель был крепкий а чтобы был крепкий вы должны освещать должны предоставлять тепло и полноценно питать удобрять естественно следить еще за влажностью почвы при пересыхании она медленнее развиваются потому что корни не питаются водой и витаминчиками естественно притормаживается развитие то есть вы должны это все понимать в совокупности это все нужно делать в летний период если жара в комнате то желательно убирать глоксиночки в тенечек потому что на жаре чуть что если где-то как-то влаги не хватает она вот листочки свои опускают они так паникают и цветочки тоже они такие знаете как вялые становятся очень жару они не любят также бывает проблема когда глоксиночки сажают в более большой горшок чем ей нужно на самом деле если вы так посадить в большую емкость вот например один листочек вы посадите вот в горшочек диаметром 12 сантиметров то естественно вот эта вся влага после полива она будет там оставаться она будет медленнее испаряться потому что растение листочек он не будет пить это все все сразу поэтому вот это все будет стоять это все будет гнить будет расти плесень естественно ничего хорошего глоксини это не приведет то же самое и деточки относятся что если вы саму маленькую деточку пересадите сразу большой объем на вырост нет ничего хорошего не будет будет гнить будет особенно на холоде это все будет преть и не нужно это вот в моих видео где рассказывала поэтапное развитие от посева семян до цветения я вам там показывала рассказывал все подробненько и там можно проследить в какие по объему стаканчики горшочки я сажала глоксинии в маленьком объеме глоксинички не будет хватать ресурсов для того чтобы расти дальше вот например уже оплели корни до весь земляной ком и уже даже если это стаканчики через прозрачный стаканчик видно корешки тоже нужно пересадить потому что куда они будут расти никуда а чтобы они росли полноценно нужно пересадить чуть больше объем и тогда они будут дальше нормально развиваться вот я уже говорила по поводу важности правильного полива и еще хочу повториться что когда глоксиния в маленьком возрасте предельно нужно быть внимательными очень важно вовремя поливать очень потому что все маленькое корешочки тонюсенькие малюсенькие клубенечек малюсенький листочек малюсенький чуть-чуть вы там вот не досмотрели все и вы уже не спасете не спасете она засохнет обмякнет его хоть сколько вы там поливаете она не сможет оправиться поэтому вовремя вовремя нужно это делать и я иной раз даже маленькие глоксинички особенно в летний период я поливала часто даже чтобы влага оставалась и напоследок хочу сказать что вы должны не забывать что бывают слабые просто слабых глоксинии которые как бы вы за ними не ухаживали они не будут развиваться нормально это зависит от многих факторов от качества семян и черенков но в общем это естественный отбор если вдруг там что-то с глоксиничками с вашими с какими-то все хорошо а какие-то развиваются плохо ну это естественный отбор вы должны это понимать и тут уже ничего не поделать у меня такое бывало когда вот просто даже из семян я вижу что одни очень хорошо ритмично развиваются все растет так сказать по плану а другие просто даже не могут просто вот и с ними такой же уход произвожу все нормально но нет не растут и все так что отчаиваться из-за этого не нужно все на этом я надеюсь что как-то немножечко я вам помогла этим видео спасибо всем за внимание всего доброго а